Привет! В одном из своих прошлых видео я рассказывала о том, как в период развития классической музыки в Европе был моден уникальный мужской певческий голос. В раннем детстве мальчиков подвергали процедуре кастрации, в силу чего до конца жизни они обладали высоким женоподобным голосом, и традиция пения кастратов существовала долгие столетия и разрушила немало жизни мужчин того времени. О том, зачем и почему родители осознанно калечили мальчиков, вы можете посмотреть по ссылке в описании. А в этом видео мы переместимся из Европы в страну с древнейшей историей – в Китай. Обычаи и традиции для китайцев имеют особое значение, а исторический путь китайской традиционной культуры насчитывает несколько тысяч лет и по сей день продолжает оставаться ценностью китайского народа. Но некоторые местные традиции сегодня считаются весьма жестокими, хотя еще сто лет назад были нормой, и об одной из них мы сегодня с вами поговорим. Но перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого, и поставьте лайк под видео. Скорее всего, об этой странной традиции вы наверняка слышали. Бинтование ног, связанная ступня или нога лотос – обычай, ставший популярным в период династии Сун и практиковавшийся в Китае в аристократической среде с начала X до начала XX века. Это тот самый случай, когда красота требовала неимоверных жертв. За целую тысячу лет, по подсчетам, миллиард женщин подверглись чудовищной, калечащей жизни практике. Маленьким китаянкам приходилось пройти через жестокий ритуал перевязывания ступней таким образом, чтобы ножки были похожи на цветы лотоса. В китайской культуре цветы занимают особое место. Именно лотос чаще всего используется в искусстве Востока. Образ этого растения имеет глубокое духовное значение, и с давних времен заслужила большую любовь людей своим ароматом и красотой. Лотос занимает видное место в китайской поэзии, рассказах, песнях, картинах, скульптурах и каллиграфии. Причиной тому стала не только его изысканная и утонченная форма, но и его глубокий скрытый смысл и символизм. Рождаясь в болотной, мутной воде, гибкие стебли через толщу воды стремятся к свету. Цветок, появляясь на свет чистым и незапятнанным, всегда обращен к солнцу. Поэтому он ассоциируется с чистотой, непорочностью и душевной гармонией. Кроме того, лотос символизирует плодородие за счет наличия плодов-коробочек, наполненных семенами. Для начала попробуем разобраться, откуда пошла эта древняя традиция. И однозначно этого сказать нельзя, есть лишь различные легенды ее появления. Одна из них гласит о том, что любимая наложница императора Сяобао Дюань, у которой были невероятно красивые и изящные ножки, танцевала для него босиком на золотом помосте, украшенном жемчугом с изображением цветов лотоса. И вот он воскликнул от восхищения, что от каждого прикосновения ее ноги расцветают лотосы. Другая легенда о наложнице, страдающей косолапостью. Она якобы попросила императора заставить всех женщин бинтовать ноги, дабы сделать ее образцом красоты. Ну и также бинтование ног связывается с историей о том, как император Ли Юй попросил одну из своих наложниц забинтовать ноги полосками белого шелка, таким образом, чтобы они напоминали полумесяц, а затем девушка должна была танцевать танец лотоса на кончиках пальцев. Сначала это стало модно среди женщин из высшего общества, а затем получило широкое распространение. Это вот такие вот легенды. Но поскольку особую популярность бинтование получила во времена династии Сун, тогда-то в то и время появились четкие записи о деформированных ногах. И эти записи нам наоборот говорят о том, что связывание ног сначала было популярно среди секс-работниц, а затем постепенно коснулось женщин среднего и высшего класса. Как же там было на самом деле, мы наверняка не узнаем. А теперь разберемся, что это за процедура такая. Бинтование происходило в четыре этапа. Это занимало примерно три года и начиналось в раннем детстве, где-то в возрасте 5-6 лет, до того, как стопа девочки была полностью сформирована. И занимались этим в основном старшие женщины из семьи. Или служанки, профессиональные бинтовальщицы ног, которые владели этим методом и нанимались именно для создания ножек лотосов. Иногда этим занимались матери, но из-за жалости к своему ребенку они могли недостаточно затягивать ногу и не доводить ее до совершенства. Изначально ноги обмывали теплой смесью стравянистых отваров и крови животных, для того, чтобы стопа стала более гибкой. Также в этих целях ноги массировали, а иногда и избивали, чтобы кости и суставы легче сгибались. Ногти на ногах подрезались как можно более коротко, чтобы избежать врастания, инфицирования, ну и еще больших мучений. Хотя куда уж больше. Далее стопу ребенка сгибали с такой силой, чтобы все четыре пальца, кроме большого, вдавливались в подошву ноги и ломались. Хлопковые бинты длиной 3 метра и шириной 5 сантиметров также вымачивались в отварах, в которых держали ноги. Бинты накладывались в форме восьмерки, начиная со свода стопы, затем вокруг пальцев и, наконец, вокруг пятки. После каждого оборота бинта повязка туго затягивалась и плотно зашивалась иглой и ниткой, а сверху надевалась пара тканевых туфель с острым носком. С каждым новым этапом ноги затягивались все туже и туже. Каждые несколько недель обувь сменялась, и новая пара должна была быть на 3-4 миллиметра меньше предыдущей, а влезть в них было очень сложной задачей. По воспоминаниям обладательниц лотосов, летом ноги ужасно пахли из-за крови и гноя. Зимой мерзли из-за недостаточного кровообращения, а в попытке согреть их возле печки болели от теплого воздуха. Повязки периодически снимали для того, чтобы обработать ноги отварами трав, удалить ткани, пораженные некрозом, подстричь ногти, и если же инфекция, которая была нередкостью, все-таки переходила на кости, пальцы могли отпасть. И это считалось круто, потому что теперь можно замотать еще ту же. После бинтования девочек заставляли ходить, при этом ни в коем случае не делать упор на пятку при ходьбе, иначе нога не примнется и не приобретет прекрасные очертания. Боль, конечно же, была невыносимой, ноги горели и отекали. Спать также нужно было в обуви и уснуть было нереально. Если же девочки начинали плакать, то их могли спокойно выпороть. И так день за днем. Ноги омывали, накладывали квасцы для предотвращения потливости и неприятного запаха и вновь бинтовали. В попытке сопротивляться также могли избивать по рукам и ногам. И считалось, что девочке приходится страдать дважды, при прокалывании ушей и второй раз при бинтовании ног. И эти ритуалы проводились в благоприятный день, согласно лунному календарю. И иногда некроз тканей провоцировали искусственно, если у девочки были широкие стопы, в них втыкали осколки стекла или черепицы для того, чтобы спровоцировать инфекцию и, как следствие, некроз. Все это происходило до тех пор, пока не была сформирована арка. Высокий подъем стопы, куда можно было бы поместить куриное яйцо до придания ей формы молодой луны или весенних побегов бамбука. Но бинтовать ноги женщина должна была в течение всей своей жизни, и ухаживать за такими ножками требовалось особенно тщательно и как можно чаще. Богатые позволяли себе каждодневный осмотр, омывание и стрижку ногтей. Семьи же победнее обходились одним разом в три дня. Некоторые замужние женщины с забинтованными ногами вставали посреди ночи, чтобы приступить к своему туалету и гарантировать, что в дневное время они будут хорошо выглядеть. И это касается не только ног. Обычай предписывал, чтобы женская фигура блистала гармонией прямых линий. И чтобы этого добиться, девочкам уже с возраста 10-14 лет перетягивали грудную клетку холщовым бинтом или специальным лифом. Таким образом, из-за нарушения кровообращения приостанавливалось развитие грудных желез. Тонкая талия и маленькие ножки считались признаком изящества девушки, и это обеспечивало ей внимание женихов. Представьте муки, которые девочки и женщины испытывали на протяжении долгих лет. Это и заражение крови, и сопутствующие заболевания. Кости стопы становились очень хрупкими, и даже после срастания они ломались от малейшей нагрузки, особенно в подростковом возрасте. Взрослые женщины часто страдали от переломов ног и бедренных костей, поскольку в положении стоя им было трудно сохранять равновесие, а также трудно вставать из сидячего положения. Отсюда и китайская пословица. Пара бинтованных ног стоит ванну слез. Идеальная ножка должна была быть не более 7 сантиметров в длину, то есть это был эталон, и называли его золотым лотосом. Ножка 10 сантиметров носила название серебряный лотос, длина более 10 сантиметров – железный лотос. И такая ступня была как бы ни туда, ни сюда, особо не котировалась. А теперь, для чего вообще нужны были все эти мучения? Ну, конечно, что тут можно придумать? Деформированные стопы, по мнению китайцев, подчеркивали слабость и хрупкость женщины, а вместе с тем придавали ее телу чувственности и женственности. И считалось, что именно такая ступня отличает женщин от мужчин. И, как завещает концепция инь-янь, гармония создается во взаимодействии противоположностей и представляет собой как бы правильные, по их мнению, отношения между мужчиной и женщиной. Где женщина должна быть противоположностью мужчины, быть слабой, пассивной, и это создает почву для строгой социальной иерархии. Такие женщины в силу физических причин практически была обездвижена и не могла самостоятельно передвигаться без сопровождения. Она должна была быть полностью зависима от своей семьи и, в первую очередь, от мужчин. Именно поэтому такая особенность была свидетельством богатства и привилегированного положения ее супруга, поскольку он мог содержать неработающую женщину и, конечно же, слуг. А маленькая ножка была гордостью семьи, и чем меньше ее размер, как вы помните, тем лучше, и чем красивее стопа, тем удачнее может быть замужество. И поскольку этот обычай является уделом аристократов, в чем обществе нормальные здоровые ноги были созданы для простолюдинов и крестьянского труда, нередко женщины обвиняли своих матерей в том, что они пожалели их ноги, например, недостаточно туго бинтовали, и теперь им не светит нормальное замужество. А в некоторых семьях бинтовали ноги старшей дочери в бедных семьях для того, чтобы улучшить материальное положение семьи. Младшим же дочерям этого не делали, чтобы они, например, могли прислуживать какой-нибудь богатой семье. В XIX веке забинтованные ноги имели от 40 до 50% китайских женщин, а среди высших классов эта цифра достигала 100%. Во время процесса бинтования матери утешали своих дочерей, рисуя им ослепительные перспективы, так как для заключения брака размер ноги был главным условием. Родители жениха сначала спрашивали о стопе невесты, а уж затем о ее лице. Ступня считалась главным человеческим качеством девушки, и такая правильная внешность поддерживала честь всего клана. Женщин с такими ногами возили на тележках, носили в паланкинах или сильные служанки переносили их на плечах, как маленьких детей. Если же они пытались передвигаться сами, то их поддерживали с обеих сторон. И ведь это был не просто какой-то странный обычай, обуславливающий социальное положение. Ноги лотосы – это серьезный сексуальный фетиш китайцев того времени. Вот фетишисты вошли в чат, и действительно эти два феномена имеют достаточно схожие интересы. Маленькие женские ступни классифицировались по форме, размеру, украшениям и запаху. Да-да, даже по запаху. Многие мужчины обожали нюхать ноги лотосы, после омовения их обрабатывали благовониями с различными ароматами. В книгах упоминается целых 48 вариантов любовных игр с бинтованными ногами женщины. Щупать, целовать, облизывать, кусать, а в общем, сами додумаете. В древнем Китае ступни считались третьим половым органом женщины. И тут самое интересное, что бедных, изуродованных, голых женских ножек мужчины никогда не видели. Считалось, если женщина снимет обувь, и повязку эстетическое наслаждение будет навеки разрушено. Ну, еще бы, да? Женщина всегда находилась в обуви. Это была уличная обувь, домашние, ночные туфли, и перед сном она могла лишь слегка ослабить бинты. Даже на так называемых картинках весеннего дворца, или по-простому китайских эротических изображениях, женщины были изображены обнаженными, но в обуви. Благодаря этому занятие любовью в Китае называлось прогулка между золотых лотосов. Китайские женщины с деформированной стопой вынуждены были носить особую обувь, которая называлась туфельки-лотосы. Они были незаменимой деталью женского китайского костюма и представляли собой настоящие произведения искусства, поражающие своими крошечными размерами. Они были очень малы и умещались на ладони руки. Искусству шитья туфелек женщины обучались с самого детства, а первую пару мамы заказывали перед большим семейным праздником, первой процедурой перевязывания, которая обычно выпадала на осень или зиму, поскольку холодная погода могла облегчить боль при перевязывании. Носки такой обуви имели коническую форму и напоминали бутон лотоса. Иногда они имели каблук или клинообразные подошвы, благодаря чему нога казалась еще меньше, а ходить в такой обуви становилось еще труднее. Для обуви обычно использовался хлопок или шелк. Их цвет также зависел от случая, например, красный для торжественных случаев, белый цвет траура. Многие женщины сами проектировали себе обувь, передавая лучшим обувным мастерам эскизы с необходимым рисунком, который бы отражал их индивидуальность. Традиционным украшением туфелек лотосов была сложная яркая вышивка, узоры которой чаще всего изображали цветы лотоса, животных, птиц и растений. От местности зависели стиль, форма и декор обуви. Иногда вышивка присутствовала и на подошве, так как большую часть времени женщина сидела. Ночные туфли изготавливались с мягкой подошвой и часто украшались вышитыми эротическими изображениями. Кстати, иногда мужчины пили прямо из этих туфелек и назвали это «осушить золотой лотос». Многие женщины, которые не имели возможности иметь такие ноги, пытались ее имитировать, используя специальную обувь, благодаря которой их походка становилась неустойчивой и наделялась специфическими покачиваниями. Одним из сильнейших эротических наслаждений для мужчин являлось созерцание того, как женщина не могла противостоять ветру, а крошечные следы от женских ног на снегу вызывали особое возбуждение. О таких женщинах говорили. Они подобны тростнику, который колышется от ветра. Походка женщины, ее стойка, поправление юбки, дрожание ноги – все это имело значение. У любого движения были правила и табу, и женщине необходимо было постоянно следовать этикету, например, не ходить с поднятыми кончиками пальцев, при ходьбе никогда не ослаблять пятки, не шевелить юбкой при сидении и не двигать ногами при отдыхе. Из-за того, что женщины практически не ходили и их часто носили на руках, стопы и голени атрофировались, а нагрузка переходила на бедра, которые сильно отекали. Постоянные мышечные спазмы, вызванные болью, якобы укрепляли мышцы влагалища. И такие фантазии считались очень возбуждающими. И бывало так, что женщины попадали в западню, становясь заложницами собственного тела. Без возможности свободно передвигаться, ее жизнь была постоянно подчинена прихотям мужчин. Рядом со слабой и неспособной на самозащиту женщиной, мужчина мог чувствовать свое превосходство, на котором строилось сексуальное притяжение. Понимаете, к чему я веду? Мужчины безнаказанно могли делать с женщинами все, что им захочется, и те не имели возможности убежать или спрятаться. Этот обычай множество раз за всю историю подвергался жестокой критике. И только после Синхайской революции 1911 года этот страшный этап для женщин сходит на нет, поскольку бинтование ног стали рассматривать как один из символов в социальной отсталости Китая. И этот обычай стал одним из трех основных традиционных вредных привычек наряду с опиумом и табаком. Несмотря на сильную оппозицию и шквал критики, один из основателей реформаторского движения Кан Ювей пообещал отказаться от перевязывания ног своей дочери, когда та достигла необходимого возраста. И он стал хорошим примером для своих современников, поскольку после этого дочь Кан Ювея, Кантун Би, сопровождала его в многочисленных поездках и инспекциях на Западе и, кстати, построила серьезную карьеру и стала одной из основательниц суфражитского движения в Китае. Но при этом было и огромное количество писем в защиту этого варварского обычая. В том числе и были возражения со стороны мужей, которые объясняли причину, почему категорически нельзя отказываться от этого. В бинтовании ног есть условия жизни, при котором мужчина обладает рядом достоинств, а женщина всем довольна. В мире мужской конкуренции не каждый мужчина имел успех. Это придавало им неуверенности в себе и в своих силах. Но по отношению к жене, прошедшей обряд бинтования ног и привязанной к дому, они чувствовали себя героем, потому что он для нее целый мир и сама жизнь. Вот такой вот нашелся и момент самоутверждения. И несмотря на запрет, многие женщины продолжали бинтовать ноги в тайне. Но с приходом коммунистов способы производства изменились, и потому женщины были вынуждены заняться сельским хозяйством. Такая работа была тяжела и для обычных женщин, но для тех, кто стоял на крошечных ногах, которые не были приспособлены к физическому труду, работа стала настоящей пыткой. Семьи страдали от недостатка еды, поскольку они не выполняли рабочую квоту и не могли отправляться в горы, как остальные. Что интересно, после объявления таких ног вне закона, лотосы стали портить жизнь их омладательницам. Мало того, что они пережили в детстве, каким лишением подвергались в течение всей жизни, так еще и стали подвергаться позору. Таких женщин стыдили и называли уродливыми. Сначала издевались над обычными ногами, а затем, когда это стало немодно, начали смеяться и исключать из жизни общество женщин с бинтованными ногами. Мир перевернулся с ног на голову, но издевательств, увы, меньше не стало. Конечно же, постоянная боль и беспомощность это огромные оплаты за женственность, красоту и, что немаловажно, статус женщины. Даже несмотря на вайварские методы, китаянки гордились тем, что обладали такой особенностью, которая в лучшем случае, при самых удачных раскладах, кардинально улучшали их жизнь. Посредством этого они не нуждались в работе, в деньгах и могли себе позволить скованный образ жизни. Опять же, при отсутствии альтернативы, где единственное, что они могли позволить себе, это подвергаться унижениям, насмешкам за большие ноги и трудиться в полях. Но насколько оправдана роскошь бинтования ног, это каждый для себя решает сам. И как бы понятное дело, что для нас сегодня, в современном обществе, смотря со стороны, это не выглядит как что-то привлекательное. Но ноги лотосы все-таки повлияли на моду, и многие женщины даже не догадываются об этом. Вот, например, мюли. Ничего не напоминает? Угу. Ну что, дорогие друзья, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой странной и, на мой взгляд, страшноватой китайской традиции. Обязательно буду ждать вас в комментариях. И, конечно же, не забудьте поставить лайк этому видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И также, если у вас есть желание поддержать меня и мой канал, это можно сделать по ссылке в описании на Donation Alerts. И увидимся в следующем видео. На канале никто не узнает. Пока-пока!